Господа, начинаем наш тематический вебинар. Слышно ли меня? Секунду, опять у меня эхо какое-то. Да, должно быть нормально. Сейчас я посмотрю, что вы написали. Да, хорошо. Если хорошо слышно и виден экран. Да, вижу плюсики. Отлично. У меня слайды. Я сейчас прокручу нашу шапку. В двух словах скажу, о чем будет вебинар. Название может немного вводить в заблуждение. Я не собираюсь рассуждать по поводу того, насколько это командная работа в одиночный путь. Речь больше будет идти о том, что это действительно одиночный путь. Почти у всех трейдеров 99,9%. И расскажу о своем пути, так как он долгий. Уже с 99 года я на рынке с 2000 на свои деньги. И все, что происходило на этом пути, я хотел с вами поделиться. Эту тему нам предложила слушательница. В моих планах не было. Но показалось нам, что это интересно. Об этом можно рассказать. И разбавить наши тематические вебинары. Сегодня не будет ни мета-трейдера, ни супер-эдишина в мета-трейдере. Никаких графиков. Мы сегодня просто будем говорить, рассказывать. Будем считать, что мы сидим не у экрана компьютера, а где-то в кафе, пьем чай и разговариваем. И вообще это первый опыт такого вебинара. Была похожая тема у нас по психологии трейдинга. И тем не менее мы там говорили о каких-то конкретных вещах, установках. Рассуждали, давали советы. Здесь не будет советов. Я расскажу о своем пути. Надеюсь, будет интересно. Будем считать, что если ничего полезного вы не узнаете с этого вебинара. Это просто наше общение, наша дискуссия, наш приятный разговор. Не всегда же показывать графики, обсуждать, куда пойдет тот или иной актив. Как обычно, я предупрежу о рисках, хотя какие тут риски в этом разговоре. Представлюсь, я Фред. Многие, наверное, ну не многие, я тут вижу чате вина новые и предположу, что впервые они заходят на наши вебинары, тем более тематические. Я трейдер, управляющий активами уже много лет. Я активы управляю много лет с восьмого, чужими активами, чужими деньгами. Сам торгую. На рынок пришел в 98-м, собственно, и с интернетом познакомился я из-за рынка. Обычно людей наоборот. Сначала узнают интернет, а потом через интернет узнают, что есть такая вещь, как рынок. У меня было все совсем по-другому. Я сначала познакомился с рынком, стал его изучать, а потом понял, что для этого оказывается нужен интернет. И даже пришел в интернет-кафе, попросил мне зарегистрировать имейл. У меня не было имейла, на дворе был 98-й год. Мало у кого был имейл, и мало кто им пользовался, скажу вам. С седьмого, наверное, года я обучаю, веду тренинги. Какое-то время, когда жил в Испании, был перерыв. Не было никакой деятельности, ни обучения, ничего. Я сидел, управлял клиентскими активами. Но вот вернулся снова сюда, на север, и решил, что можно разбавить свое время. Мне это интересно, особенно сейчас. Очень много деятельностей разных, в разных местах. Тренинги, вебинары, курсы. Обо мне, наверное, все. Вы еще узнаете, кто я и что. А тут риски, нужно предупредить о них, потому что регуляторы требуют, чтобы мы обязательно предупреждали, что торговля с маржой, с левереджем – это риск, и вы должны быть к этому готовы. Но вы и знаете из меня, что это риск. Дальше вебинары «Адмирал Маркетс». Вот, собственно, офисы в Лондоне, в Таллине. Лондонский я не видел, а в Таллиннский могу сказать, что огромный офис, более 100 человек. В ноябре, по-моему, было 100 человек работало в офисе, только в Таллине. И, наконец, контакты, которые нужны для того, чтобы связаться с компанией. Это касается тех клиентов, потенциальных клиентов, которые живут в России, в Украине и в других исключительных странах. Эмейл, телефоны, звоните. По поводу вебинаров лучше обращаться ко мне. Точнее, по поводу новых тем на вебинарах лучше обращаться ко мне. Итак, начнем. Еще раз предупрежу, что... Так, вы меня видите, да? Секунду. Я должен у вас спросить, видите ли вы мой слайд, новый слайд. Секунду, тут опять что-то зависло. Так, это была презентация. Сейчас я зайду и переключу на свой слайд. Разрешить. Наверное, вот он мой слайд. И посмотрим, насколько... Да, вот теперь скажите мне, видите ли вы совсем новый текст. Не контакты, а новый текст. Нет, по-моему, не видите, потому что я не вижу на экране. Тогда еще раз зайдем, поменяем. Вот. А вот теперь должны видеть, да? Потому что я, как мне советовали слушатели, с другого компьютера тоже подключился. И вижу теперь то, что видите вы. Сразу на двух мониторах вижу. И вот сейчас должно быть все отлично. Так, нажимаю полноэкранный режим у себя на другом компьютере. И, наверное, вижу то же самое, что видите вы. Нет, я не вижу. Я не вижу. А вы видите. Странно. У меня пишут, что нажмите для выхода, точнее, из полноэкранного режима. Хорошо. Выхожу из него. Все равно ничего не видно. Ну, мне, конечно, не важно видеть то, что вы видите. Но все же интересно, как мне выйти вот из этого полноэкранного режима. Секундочку. Есть такие же, как я. А те, кто не видит текст, вот с чего все начиналось. 97-98 написано у меня на экране. Да, у всех так. Давайте сделаем так, чтобы вы видели. Я мой текст. Вот, теперь видно. Значит, это мне нужно, как ведущему, выйти из полноэкранного режима. Чтобы вы увидели весь текст. И давайте я переключу и посмотрим, что происходит, когда я переключаю слайды. Да, теперь вы видите. Отлично. Хорошо. Все, я тоже вижу. А я, собственно, для чего открыл второй компьютер и подключился как слушатель, чтобы видеть чат. Потому что я думал, если я буду в полноэкранном режиме, как же я посмотрю, что вы пишете. Иногда это проблема, например, если вы пишете, что не видно, или вы задаете вопросы. Вот теперь у меня на одном экране чат, и на другом экране я буду вести тренинг. Итак, с чего все начиналось? На самом деле, путь трейдера, он начался у меня, он был нетипичным, как у большинства людей. То есть, меня никто не знакомил с рынками. Я не знаю, как я узнал про рынки, но я точно знал, что я хочу торговать. Ну, еще в школе я знал, что я буду заниматься чем-то, связанным с экономикой. Вот ближе уже к университету я стал понимать, или уже в университете я стал понимать, что это не просто экономика, это рынки. Я хочу заниматься рынком. В каком виде я еще не понимал. Потому что я даже не знал, что есть такой рынок, например, как Форекс. Какие они эти рынки? Ну, знал, что вот есть биржа, там в Нью-Йорке люди торгуют. Потихоньку складывалось у меня впечатление, как все это выглядит, с чего нужно начинать, приобрел и понимать, фундаментальные знания получать. Ну, и скажу еще такую вещь, что университет я закончил как раз в 97-98, в 98-м защитился. Но это был такой типичный советский университет, государственный, и педагоги, которыми преподавали там любые предметы, хоть рынки, хоть маркетинг или менеджмент, опирались на конспекты каких-то советских времен, изменили немножко там цифры. Понятно было, что они не способны преподавать рыночную экономику, которая уже была на дворе, да, в 90-е годы, после перестройки, независимости всех республик, от России до Киргизии. Было понятно, что рынку учиться надо где-то в другом месте. Уехать за границей пока возможностей не было. И я купил две книги, маркетинг и инвестиции. В университете у меня была профессия маркетинг, поэтому было это близко. Но прочитав первые несколько, даже не глав, а страниц, книга маркетинг улетела другу, была подарена. Я с таким успехом мог бы ее выбросить, просто жалко было. А вот инвестиции книга мне очень понравилась. Я всем рекомендую эту книгу, она на русском языке, вот так и называется, инвестиции Уильям Шарп, это Нобелевский лауреат, который получил премию в экономике, это Нобелевскую премию, я не помню, какую он тему защищал, наверное, связанную с инвестицией, по-моему, рациональное поведение, что-то такое. Но неважно. Очень хорошая книга, фундаментальная. Если она будет непонятна, то, наверное, ничего страшного, потому что книга действительно такая академическая, фундаментальная, но при этом ни разу не скучная. Очень такая толстая книга, такая богдовая, золотистая полосочка, такая красивая. Ну и прочитав эту книгу, не до конца я дошел, потому что некоторые вещи пропускал, и мне казалось, что они, наверное, мне сейчас не пригодятся. А вот практически нужно было выйти на рынок, уже торговать, заниматься чем-то, хотя бы на демо-счетах. Был тогда такой форекс-брокер... Секундочку. Соколинский еще там был. Кто-то помнит, Соколинский был создателем этого. Первый, наверное, брокер в 95-м году был создан. На А начинается. Вот Акмас, вот Акмас Трейд. Наверное, единственный, кто помнит, это здесь Акмас Трейд. У них на Джаве была платформа, хорошие графики были, очень мне нравилось. Вообще ничего другого и не было. Метатрейдера еще не было, кстати. Метатрейдер раньше назывался Метаквотс. Ренат Пакулин, создатель Метатрейдера, был обычным программистом, ходил к разным брокерам, предлагал свой продукт уже, наверное, в 2000-м, в 1999-м, может быть. Теперь он достаточно обеспеченный человек, если Метатрейдер продан. Ну, я думаю, на данный момент уже 500 брокерам продан. Ну, вы знаете, то, что мы пользуемся, это клиентская часть, а есть еще серверная часть, которую покупают брокеры. И стоит эта штука очень-очень дорого. Не 10, не 12, не 50 тысяч, а в разы больше стоит серверная часть. Ну, и вот, если продать 500 брокеров в мире по 100 тысяч в среднем, то это очень большая сумма, это вообще огромная компания. Она так и называется, Метаквотс. Но вот продукты из Метаквотс переименовали в Метатрейдер. Ну, вот сейчас уже есть и пятая версия, и четвертая версия. Ну, вот, я купил компьютер, причем старый компьютер из США. Если помните, в 90-е годы привозили из Америки компьютеры, которые там уже никому не нужны. Старые такие IBM, хоть и такие брендовые, но совсем-совсем старые. с Pentium 4 каким-нибудь установленным. Но я студент, не было у меня ничего другого, приобрел такой компьютер. Он был такой десктопный, не башня, да, коробка была, а такой плоский десктопный, как Делы, с монитором старым. И пришлось на него устанавливать операционную систему. Но 98-й Windows не пошел, потому что там жесткий диск был очень большой. И я попросил знающих людей установить туда. Сочнее, я хотел 95-й установить, но знающие люди сказали, что можно сделать 98-й, если устанавливая параллельно удалять файлы, которые не очень нужны. Ну, как-то вот так, я точно не помню, как они делали. Но, в общем, установил компьютер. Интернет тогда стоил очень-очень дорого. 60 долларов я отдавал за ночной тариф. Это означает, что я мог сидеть с 12 ночи до 8 утра. Но еще и чем хорош ночной тариф, мне надо было занимать телефонную линию, потому что, вы знаете, мы сейчас круглосуточно сидим в интернете. Трейдеры не заходят, как все остальные люди, на 10 минут, на 15, зайти в почту, проверить и выйти. Или посмотреть, что там в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке и выйти. Наверное, у всех у вас постоянно открыт метатрейдер или большую часть времени. Так вот, телефон занимать нельзя было, потому что все-таки люди звонят. В 90-е годы мобильных особо-то и нет. Так что выгоден был ночной тариф, тем более он стоил дешевле, намного дешевле. Вот 60 долларов за ночной тариф в месяц, это считалось очень дешево, а у других провайдов было дорого. Вот такой был дорогой интернет. Это сейчас мы не ценим, дешевый, доступный интернет. Так вот, подключил ночной тариф и вот всю ночь сидел, занимался каждый день, кроме выходных, сидел, занимался рынками. Это было каким-то темным лесом для меня, было сложно все понимать. Календари смотрел. В общем, даже мне иногда времени не хватало. Даже шутили иногда, что я сижу до утра и потом еще звоню, много раз так было, звоню провайдеру и прошу еще на один час продлить. Но они меня знали, уже понимали, смеялись иногда. Мол, молодой человек, вам 12 часов не хватило, вы звоните провайдеру и просите еще на один час продлить. Но иногда шли на уступки. Ну, почти всегда даже, скажу, шли на уступки. Так вот, просиживал с 12 до утра за компьютером, изучал, распечатывал. Были такие сайты, которые сохраняют сайты. То есть интернет не нужен. Сохраняешь, дальше читаешь. Всякие флоппи, диски 3 и 5, наверное, помнят люди постарше. На них скачивал, потом ходил, где дешево распечатывал. Принтера не было. То есть такой был сложный путь. Я понимал, что мне никто не поможет. Это вот сейчас все просто доступно. И, наверное, многие из вас даже не ценят, насколько доступно сейчас все. Информация, книги. Любую книгу в Бетти Гугл, вы можете ее скачать. Мне приходилось в Три дорого привозить из Москвы книги, просить людей, которые туда ездят. Были фирмы, которые доставкой книг занимались в Три дорого. Все это было и сложно, и времени уходило очень много. Хотелось неделями ждать одну книгу. Сейчас все просто, все можно скачать. Ну и таким образом я пришел на рынок. И что мне больше всего помогло? Вы, наверное, скажете, что я хотел рассказать вам о пути трейдера одиночной или команды, но я предупредил, что больше речь будет идти о конкретном трейдере и обо мне. Поэтому вот так думаю, что будет интересно. Я выписывал периодические издания. Это мне очень-очень сильно помогло. И я не знаю, ничего больше не дало вскачок в понимании рынков, экономики, ситуации в целом. Но это касалось российской экономики и российского рынка, потому что я начал с Форекса и российского рынка одновременно. Вот 12-13, точно не помню. Минимум 12, не помню, все-таки 13 было. Деньги журнал до сих пор, он есть, наверное, эксперт. Очень хорошее издание, профессиональное. Ну, в последнее время они немножко менее независимыми стали, как говорят. Газета ведомости, просто шикарная газета, до сих пор остается более-менее независимой, публикует все, что хочет публиковать. Вот «Власть» еще был журнал, не знаю, сейчас он есть или нет. Ну, сейчас, наверное, мало интересного в журнале «Власть», потому что, ну, попробуй написать, что в Кремле ходят слухи о смене кого-то, да, закроют журнал. А в 90-е годы все было очень свободно. Даже я вам скажу больше, в журнале «Деньги» была рубрика «Слухи». И редактором этого раздела, колумнистом, да, была женщина одна, ну, маленькая фотография была, такой женщины в возрасте, у которой были, видимо, хорошие связи, как у любого хорошего журналиста. И эта женщина постоянно публиковала, еженедельно в своей рубрике публиковала слухи из Кремля, слухи всякие назначения губернаторов в России. Ну, так как я российским рынком увлекался, мне это было интересно. И вообще первое информационное поле, которое до меня дошло, все-таки я тогда английского не знал, все было далеко, непонятно, была Россия. Хотя жил в другой стране. Так вот, абсолютно свободно писали о каких-то слухах из закрытых источников или из источников близких, там, к администрации президента, там, Волошин был раньше. Так было интересно, потому что была свобода слова, была, ну, скажем, демократия. Ну, сейчас не об этом вебинар, я просто хочу сказать, что вот журнал про власть был интересен мне, потому что очень сильно, ну, политика пересекается с экономикой. И в этих изданиях писали абсолютно свободно, вот, о передвижениях, о всяких веяниях, процессах. Сейчас не знаю, насколько это интересно, потому что все настолько предсказуемо. Интернет, такой был журнал, представляете, в нем писали о разных приложениях. Сейчас сложно такое представить, чтобы мы покупали печатное издание, читали в нем о каких-то электронных, о софте каком-то. Хотя есть, конечно, такие журналы, но обычно люди их не выписывают, они уже какие-то профессиональные. Ну, и так как я начал торговать японской веной, я уже вам рассказывал, в вебинаре психология, это было одной из ошибок, специализироваться на какой-то одной паре, думать, что если больше информации по ней будет получено, значит, торговля будет успешной. Конечно же нет, конечно же нет. Это рынок, никто не может его изучить, не то чтобы до конца, даже настолько, чтобы больше чем 50, 60, 70 процентов успешно, удачно торговать, 10 сделать, 7 угадывать, потому что он знает. Да и вообще макро не так сильно коррелирует с рынками. Если ВВП Японии начинает расти, то рынки уже давным-давно это отыграли, будь то Nikkei или пара USDGPI. Так что, такая ошибка в том, что я отбросил все валюты и решил, я буду торговать одной парой, я по ней изучу все, от экономики Японии до отчетов банка Японии, я читал какие-то толстые, до сих пор выходит ежемесячно стейтмент, не минутки, как у всех банков, а именно у банка Англии еще есть такой стейтмент, отчет, который публикуется раз в месяц, там графики, полезная вещь. Но не надо думать, что если вы его прочитаете, то обязательно будете понимать лучше, что происходит. Хотя, знаете, вот последний пример с фунтом. Мы на всех вебинарах говорили, инфляция растет, банк Англии уже более бычий, ястребиный это называется. И смотрите, что произошло с фунтом. Дело не столько в выборах, а в том, что повод нашелся у рынка и то, что Тереза Мэй объявила досрочные выборы, послужили поводом, хорошим поводом для того, чтобы с фунтом сильно вырасти и пробить эту линию треугольниками. Ну хорошо, вернемся. Что было дальше? Да, я буду советы тут давать. Ну, немножко, наверное, не имею права давать трейдерам какие-то советы, но если спросите, вот самое полезное, что я делал, это вот, ой, куда я ушел. Ну, самое полезное, что я делал, это периодика, который я читал, которые давали мне понимание рынка и экономики. Вот каждую неделю, каждый месяц я держал пульс рынка и знал, что происходит. То есть, рынок нигде, это там далеко, и я не знаю, какие процессы в нем идут в экономике. Еженедельно аналитические какие-то обзоры в журналах, статьи полезные от грамотных журналистов, а вот в этих изданиях очень грамотные журналисты, вот в эксперте, особенно профессионалы раньше работали, сейчас, не знаю, я его не выписываю. Газета, ведомости до сих пор очень-очень высокий уровень имеет журналистики вообще. Ну и вот, так, что у меня еще? Да, но потом все-таки пришлось устроиться на работу, работать на дядю, это была моя первая серьезная работа, это уже реальная биржа, но я не торговал, я был специалистом, точнее, подождите, почему главным, ведущим? Нет, до главного я не дошел ведущим специалистам, но я был первым маклером на этой бирже. Ну, что такое маклер? Это тот, кто организовывает торги, заводит их в системе, то есть вот как в парламенте сидит, председатель парламента, в президиуме, так сказать. В президиуме у нас такая была биржа, три места, справа сидела, слева, точнее, сидела, я был самый конец, слева сидела девочка депозитарий, еще дальше клиринг. Я был маклером, который заводил торги, ничего сложного там нет, просто ты отвечаешь за все торги. И вот уже типа в парламенте, во второй части биржи приходят трейдеры, покупают ДКО, у нас в стране были ДКО, казачейские облигации инвестируют, это представители банков, не трейдеры даже, просто представители банков, отдела там, который занимается ценными бумагами. И вот и все. Год я проработал, было очень скучно, и решил уволиться. Еще два месяца меня оставили, потому что тот софт, который мы изучали, тестировали, это был софт московской компании Inist, она до сих пор пишет для бирж разных финансовых институтов софт. А все-таки его кроме нас никто не знал, и нужно было кого-то научить. Ну вот пришлось еще учить. Ну и дальше свободный путь. Я точно знал, что я буду трейдером, безумно было это интересно, и я даже не предполагал, что я потеряю деньги. Настолько я был уверен в том, что я заработаю, и все будет хорошо. Первый счет был открыт, к счастью, на инвестора. Мне так судьба помогла, начинать не со своих денег, хотя, конечно, как же она помогла, все равно слил первый счет. А появился инвестор, не у меня, а у моего шефа на работе, и он попросил меня, так как у него нет времени, снял офис, посадил туда, и попросил меня управлять этими деньгами. Но деньги не очень большие были все-таки для трейдинга, так как мы торговали одним лотом. Представьте, 10 тысяч долларов и торговля одним лотом. На, допустим, евро-USD залог был бы, в то время не было евро-USD как такового, на трейдинге, залог был бы тысячу с чем-то. На USD-GPI он был ровно тысячу долларов, потому что залоги берутся в первой валюте, и первая валюта у нас в числителе USD. И, как бы, получается, если 100 пунктов поставить стоп-лосс, то 10 ошибок, и все, и счета нет. Ну, почему-то я тогда не осознавал, ну, так получилось, но все хорошо закончилось, инвестор обещал добавить еще 30 тысяч, довести до 40 тысяч, но не довел, хотя мы ему заработали 20%, там было 12 тысяч с копейками, и, в общем-то, он снял деньги, сказал, что это мало. В 90-е годы 20% за несколько месяцев это было очень мало. Я даже скажу больше, он занимался поставкой оболон пива. Да, есть такое пиво до сих пор с Украины или откуда-то он поставлял пиво оболон. Представьте, в 90-е какая у него маржа была, какая рентабельность была у человека, который поставляет на всю страну пиво оболон. Ну, 20% за пару месяцев для него не так уж и много. Все-таки в 90-е маржи были выше, рентабельность была выше у любого бизнеса, тем более у такого бизнеса. Ну, и вот я открыл свой счет в 2000-м. Этот счет был открыт в Параксбанке, Латвийский банк, Латыши, которые сейчас в чате на вебинаре знают его, знали, ну, точнее, банка уже нет, он переименован, Цитадель называется. Его продали за 1 лат или евро, не помню. Правительство Латвии, купило этот банк, потому что у него были огромные долги. И вообще-то Альфа-банк предлагал им продавство за 1 миллиард, то ли евро, то ли доллар, не помню, в 2006-м. Не отказали, сказали, это дешево. Ну и вот банкротство почти. Если бы не правительство, то это был бы банк банкрот. В 2008-м году это было. И что было плохо, у них не было софта, вообще никакого софта. Можете себе представить, брокер, у которого нет софта. То есть торговал я по телефону, отчеты получал по факсу, причем факса у меня не было, у меня был софт, закачанный на компьютер, который заменял факс. То есть отчет приходит по телефонной линии, но не на факсмильный аппарат, а специальный софт в компьютере, который на экране распечатывает вот эту факсмильную бумагу, якобы, и показывает мне на экране отчеты. Каждый день, в определенное время, я подключался к интернету, включал эту программу специальную, и она получала факс от параксбанка. Так же, как если бы это был обычный факсмильный аппарат. Без всякого компьютера стоял бы просто аппарат телефона, с факсом. Было неудобно, конечно, приходилось скачивать другие программы, у других брокеров демо-программы, торговать слепую, потому что у параксов... Вот сколько сейчас спрет у Адмирала? Вы должны знать, наверное, изюсть. Кстати, напишите мне, какой спрет у Адмирала. Только не смотрите, я тоже могу посмотреть и написать. Вот типичный спрет, обычный спрет по евро и USD. Кто может написать? Что 12? Это один, да. А, ну, то есть 12 – это с пятым пунктом, один пункт, да? Один, там, с копейками пункт. Вот тогда это было, если переводить в цифры, которые вот Леся, да, слушатель написала, то это 70-80, то есть 7-8 пунктов, четвертого знака, 7-8. Огромный был спрет. Ты покупаешь, и сразу 70 долларов минус у тебя на одном лоте. Вот такие были условия. Ну, почти у всех. Пять пунктов считалось вот хорошей нормой, но иногда бывало и больше. А вот у парок, кстати, типичный был там 7 пунктов. Плюс еще и по телефону. И знаете, что я делал? Точнее, этот совет был дан, в интернете я его прочитал, не мое изобретение. А ведь брокер может котировать не в вашу пользу. Если вы звоните и говорите, добрый день, ну, типичный разговор так происходил. Я звонил и говорил, добрый день, пароль такой-то. Говорит, да, здравствуйте. Называли мое имя и фамилию. То есть уже узнали меня, идентифицировали по паролю. И я говорю, если бы я сказал, хочу купить евро и USD, брокер бы, дилер бы брокерской компании знал, что я хочу купить, посмотрел бы на курс ASK и прибавил бы еще пару пунктов и дал бы мне выше. Я же не вижу их котировок, у меня нет терминала, вообще у них нет терминала. Поэтому такая хитрость. Надо говорить, прокатируйте, пожалуйста, евро и USD. А брокер не знает, ты купишь или продашь. Поэтому он говорит уже тот спред, называет тот спред, который есть. Потому что если я скажу, хочу продать, он мне скажет, против продажи спред. Если хочу купить, то увеличит ASK. Поэтому я говорю, прокатируйте, пожалуйста, евро и USD. Дилер говорил, даже имена их помню, был Мартинс, такой дилер. Потом они открыли, по-моему, свою контору в Латвии, какую-то другую, другого брокера они открыли, ребята, вот эти дилеры, и ушли. Ну, и парк закрылся. Дальше они называли спред, ну, то есть курс, допустим, 1.06.12 покупка, 1.06.19 продажа. И я говорил, купить один лот евро и USD. И он говорил, так куплено, 1.06.19, один лот на пароль такой-то, счет такой-то. И дальше я просил назвать баланс, он называл баланс, открытые позиции, другие, если есть, и все. Вот такой трейдинг в 90-е, уже 2000-е даже. Скажу больше, до меня, вот ребята, с которыми я познакомился, когда пришел в трейдинг, они застали даже, ну, всего один человек был, я его помню, он застал даже дилинг-румы. Вот немножко поговорим о коллективной торговле. В 90-е были такие дилинг-румы, где трейдеры собирались, кто-то одиночно торговал, кто-то коллективно, то есть дилинг-рум не обязательно полный людей, которые сообщат, торгуют, это отдельные трейдеры, у которых нет дома интернета все-таки 90-е годы, которые приходят туда, получают рабочее место, компьютер, а у которых есть лента новостная, Bloomberg, TV подключенная, какая-то там лента типа Reuters, вот в моей стране Reuters активно предлагал таким дилинг-румам свои услуги, то есть ленту информационную, новости, все-таки учтите, годы совсем далекие, и нет даже мета-трейдеров, в котором можно нажать Ctrl-T, открыть баланс, нажать кнопку новости и посмотреть бегущую, ну не бегущую, обновляющую строку по новостям. И в этих дилинг-румах люди, я не видел, примерно могу воссоздать картину, подходили какому-то аппарату, брали тикет, так они говорили, писали там покупку или продажу, или нет, у них был тикет, даже мне показал парень, вот этот желтая такая страница, листочек такой маленький, на нем пишешь покупку или продажу, несешь в дилинг-руме дилеру, и он уже дальше пробивает, вот что-то такое было, очень похоже на рассказы в книге Ливерли, там, правда было 200 лет назад, вот похоже на эту систему. Ну так вот, было торговать неудобно, но ко всему привыкаешь и к отсутствию софта, тем более он у меня был просто не связан был с Паттбанком. Счет был, конечно же, слит, первый счет, очень быстро слит, он бы был слит еще раньше, если бы я не совершил ошибку случайную в свою пользу, плюс, счет находился несколько, может быть, недель, то есть у меня где-то лежит график, но я не стал его приотачивать, в Excel я вбивал все сделки, он мне считал профит-лосс, ну там такая, почти без разворотов сплошная линия вниз, медленно, по чуть-чуть, по 200, по 300 долларов, иногда по 500, стоп-лоссы, ну что такое 500 долларов на одном лоте? Это 50 пунктов, что такое 50 пунктов, это очень мало, большинство стопов еще меньше стояли, еще ближе, поэтому я с тех пор и понял, что не важно, какое у тебя, какое у тебя плечо, важно то, какой у тебя стоп-лосс и объем, сайз, и как он соотносится с общим твоим счетом, потому что многие являют плечо, плечо уменьшают плечо, да какая разница, сколько спишут с меня залог, я сегодня собираюсь торговать на полную катушку, это вообще безумие, так что нужно соотносить свой потенциальный стоп-лосс, если он сработает, с общим счетом, и если это цифра, соотношение баланса общего счета вашего, который на балансе, и 1 стоп-лосса, причем торговать надо одним контрактом, 0-1, 0-1, неважно, то есть этим объемом, который вы рассчитали, если это соотношение 1 к 100, то окей, у вас 100 ошибок подряд, неплохо, не как у сапера, 1, 2, 5, но у сапера всего 1, иногда 2, если это соотношение 10, то готовьтесь к сличию, если это соотношение 20-30, ну чуть дольше, может быть, сольет человек, поэтому эта цифра должна быть очень большой, а значит, надо торговать меньшей суммой, допустим, 0-0-1, на счету там 3 тысячи долларов, торгуете 0-0-1, 100 пунктов это 30 долларов, правильно я понимаю, 100 пунктов это да, 30 долларов, да, ну и посчитайте 1 к 100, 100 пунктов вылетел, стоп-лосс у вас, вы потеряли 1 сотую от вашего баланса, потому что у вас 3 тысячи, ну если 0-0, 3-мя торговать, да, 0-0-3-мя, если торговать, то 100 пунктов, а лучше 0-0-1, пускай у вас будет 300 ошибок, вот это очень важно, многие не осознают, думают, что дело в плече, начинающие, плечо вообще ни при чем, можете мне дать плечо 1 к 1000, я все равно не буду торговать на всю катушку, я буду использовать самую малость, окей, ну какая была ошибка, я помню даже этот день, 7 марта 2001, 1 или 2 года, нет, 1 года, так как в конце, нет, по-моему все-таки 2-го получается, ну посмотрите на графики, там 7 марта был сильный обвал на USDGPY, очень сильный, и у меня стоял там ордер, или я неправильно дал по рынку ордер, вместо buy, был sell, и после этого сильного обвала на USDGPY, я позвонил брокеру, думая, что мой баланс давно-давно обнулил, торговал я всего несколько месяцев, выяснилось, что нет, я в плюсе, то есть должно было оставаться у меня там 3000, а первый счет был 7000 у меня свой, который 7000 долларов, ну немалые деньги были, скажу вам, в конце 90-х, они были, ну не заработаны даже, это были семейные деньги, отец у меня был ученый, получил за изобретение в нефтяной отрасли, кое-как удалось им выбить у правительства, у нефтяной компании государственной, вот этот вот патент, точнее патент уже был, применение этого метода в нефтяной индустрии добиться, ну и вот получили какие-то деньги, часть из них я удачно слил, но долго уговаривать не пришлось, мне почему-то очень сильно верили, я сам верил в трейдинг, я сам думал, что никаких ошибок не будет, сразу заработаю, ну вот так бывает, и если бы не 7 марта, не ошибка 7 марта, я бы не продержался дольше, и ровно 7 марта счет бы закрыл, но он продержался до мая, также медленно сливал, никаким уроком не послужило, то что произошло 7 марта, дальше это я уже сказал, ну и второй счет я открыл продак, если помните, были такие приватизационные чеки, ваучеры их называли, но в странах постсоветских точно они были почти во всех, но даже в Эстонии были, я узнавал, это такие ваучеры, которые выдаются вам бесплатно государством, вы можете их на аукционах, приватизационных, обменять на акции компаний, вот я ими торговал, наверное, все-таки первый мой опыт на рынке был ваучер, это был черный рынок, под деревом стояли люди, такие типичные рыночные базарные люди, продавали, покупали эти ваучеры, такой черный рынок, прям реально толпа, ну вот как в Нью-Йорке, Нью-Йорк столько чего-нибудь зарождался, 230 лет назад, 250 почти лет назад, вот то же самое, только уже в наше время, в 90-е, привокзальная площадь, и проходя мимо, даже можно было услышать, что куплю ваучеры, продам ваучеры, цены выкрикиваны, и очень было похоже на реальную яму биржевую, потому что иногда, когда появлялся крупный покупатель или продавец, он собирал вокруг себя толпу, вот знаете, наверное, есть такая вещь, трейдинг пит, торговая яма, когда на реальной бирже в Чикаго или в Нью-Йорке кто-то выкрикивает котировки, вокруг него собираются люди и дают свои котировки, у них даже есть жестикуляция, если ладонью к себе, то это покупка от себя, это продажа, и вот пальцами они показывают счета, даже можно фьючерс месяц показывать, то есть если двойка колбу, тронули двумя пальцами лоб, это там, допустим, второй месяц, то есть февральский фьючерс, у них свой есть язык, но интернет, если поискать, вы найдете, я даже его когда-то изучал, но план, что нигде его применять мне не придется, а вот в этой толпе все было почти как на бирже, даже думаю, не почти, а все было реально как на бирже, собиралась яма, люди вытвикивали котировки, кто-то покупал, и вот одно время я спал в яме, у меня был, ну назовем его брокер, свой брокер, к которому я подходил и говорил, вот собери с рынка там 20 ваучеров, он выходил, медленно по 5, по 10 покупал, и выходил, и со мной рассчитывался, я его не забирал. Ну, например, мы это делали, когда знали, что будет приватизация какого-то предприятия, и директор активно скупает, директор, в России называют красные директора, да, еще с советских времен, директор, он не хочет никому это предприятие отдавать, хотя вот сейчас, спустя, даже не сейчас, уже в начале 2000-х было понятно, что это такая глупость, советское предприятие с оборудованием старым, никому не нужное, директора так вцепились за эти заводы, не нужные, не работающие, и уже через 5 лет, какие-то даже 3 года эти заводы не работали, никому даром не нужны были, а они чуть ли не все имущество отдали, чтобы их купить, то есть не всем повезло, не все заводы работали, как, скажем, какой-нибудь там Сургутнефтегаз, да, или, нет, давайте попроще, Сибнефть, который Абрамовичем был куплен, ну, из понятного, из крупного, так что мы знали, что есть такой покупатель, генеральный, просто директор советский, он активно покупает и будет скупать под свою приватизацию, под специализацию своего предприятия чеки, и до него уже начинали задолго скупать, часто это работало, иногда нет, иногда ошибались, ну, в общем-то, удалось на этом неплохо заработать, ваучеры в цене росли, ну, вернемся, вот с этих ваучеров, я продал ваучеры, неплохо взяв, и снова открыл счет на FXFIRST, и тоже продержался, уже, конечно, не 5 месяцев, а намного дольше, чем 5 месяцев, а потом, буквально через какое-то время, обократился и FXFIRST, ну, они были, как бы, субброкеры у них были, FIBO, а я почему-то не через FIBO торговал, а сразу через FXFIRST, ну, и так получилось, что слился, ну, неважно уже было, через кого я торговал, дальше, да, интересно было то, что какое-то время у меня был перерыв, я уехал получать MBA, на магистратуре учиться, понял, что если два счета я подряд слил, на третий у меня денег, конечно, нет сейчас, чтобы их заработать, нужно повышать квалификацию, потому что пару лет я нигде не работаю уже, кому я нужен, да, с такой квалификацией, которая, в общем-то, я не развил ее, я годик, может быть, работал на вот этой бирже, ведущим специалистом, и все, так что я уехал, уехал за границу, работал в Турции, потом при Эстонии получать MBA, магистратуру проучился, и вот, организатор нашего вебинара, Admiral Markets, уже в шестом году устроился туда на работу, копить деньги начал, первое время очень много было работы, брокер совсем был свежий, вот ему сейчас 16 лет, но в шестом году не такой долгий был срок работы брокера, очень много было работы, в нескольких позициях я работал, было, ну, несложно, было очень интересно, но, в общем-то, я был по ту сторону рынка, говорят, sell-side и buy-side, да, сторона покупки и сторона продажи, ну, и вот снова третий счет, нет, тут еще один был, я что-то пропустил, секунду, подождите, я тут что-то пропустил, это уже Аль-Парижный счет был, нет, третий счет уже был открыт в шестом, а где этот слайд, я его готовил, странно, подождите, может он где-то внизу, вот, да, только здесь наоборот, это не четвертый счет, так вот, в шестом году, в седьмом уже потихоньку поняв, что я могу торговать, хорошее было время, российские акции росли, и вот, я открыл небольшой счет, небольшой аккаунт, через местного, кстати, брокера, через эстонского брокера, потому что в России для нерезидентов налоги большие, 35% было с прибыли, то есть, зарабатываешь 135, отдаешь государству, как нерезидент, это для вас, россиян, 13%, да, или сейчас вообще какие-то инвестиционные счета освобождаются от налогов, а тогда для нерезидентов, а я не был резидентом России, и никогда не был, не жил там, было 35%, поэтому пришлось все-таки открыть через эстонского брокера, хотя он тоже удерживал, но, в общем-то, было удобно делать именно так. Все выросло, были куплены акции, полюс золота, еще какие-то, норильский никель, даже я помню, попал под обратный выкуп норильского никеля, для тех, кто не знает, что такое обратный выкуп, это когда компания бардак делает, покупает собственные же акции, но не с биржи собирает, иногда с биржи собирает, а просто предлагает своим акционерам выкуп этих акций, допустим, они стоят, вот тогда они стоили что-то там, 4 тысячи с чем-то, а решение принималось, когда они стоили выше намного, 5-6 тысяч, и норильский никель выкупил у своих акционеров, клиентов, держащих акционеров, держащих акций, по 7 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, дорого, намного дороже, беда только в том, что выкупили не все акции, потому что так много было желающих, что коэффициент получился, по-моему, 1 к 7, то есть каждый, кто подал заявку, а все, наверное, подали заявку, кроме стратегических инвесторов, на обратный выкуп, ну, кто откажется, цена упала до 4 тысяч, а вы сдаете норильскому никелю компании самой акции по 7 тысяч или 6 тысяч чем-то. Коэффициент получился 1 к 7, то есть каждый продал лишь седьмую часть своих акций. Поле золота очень сильно злил, у меня где-то график лежит на другом компьютере, где тоже под закрытие реестра, под собрание акционеров, как их звали, Потанин и, вот как этот высокий миллиардер, Прохоров, да, Потанин и Прохоров и еще кто-то, Дерипаска, по-моему, там грызлись, боролись за пакет, за контроль поле золота и под закрытие реестра хотели попасть, то есть быть, вот реестр закрывается, у кого там голосов достаточно, они избираются в совет директоров и могут голосовать и контролировать предприятие. А так вот всем бросились скупать бумаги, чтобы под закрытие реестра контролировать компанию. Ну и вот под это событие скупал, ну это идея старая, это не то, чтобы какая-то хитрая идея, очень многие так делают, не знаю, сейчас это работает или нет, тогда это сработало, поле золота ракеты просто улетел в космос, а там тысяча сто я покупал, тысяча двести, он улетел до две тысячи с чем-то за какие-то несколько дней. Вот если поищите график, он есть в интернете, скорее всего, это будет год шестой, может седьмой, но не позже, чем восьмой. Сделалась такая идея, окрылился я, я уже понял, что у меня все теперь будет получаться, хотя, знаете, это всего лишь простой buy and hold, купи и держи, год был хороший, если бы вместо шестого был восьмой, конечно бы я столько не смог взять. Год был хороший, все росло, очень сильно выросла и российская экономика, и цены на нефть, и акции российские, такой типичный третий, типичная третья волна, типичный бычий тренд, так что, есть хорошая фраза, кстати, у трейдеров, не надо путать, бычий тренд, кто продолжит, знаете, эту шутку, не надо путать бычий тренд, с чем? Только в гугле не пробивайте. Или она наоборот может быть, сначала кое-что другое. Не надо путать бычий тренд, с собственной гениальностью. Вот есть такая фраза у трейдера, когда кто-то кричит, что он вот поднял, он молодец, он угадывает движение, один раз попал в тренд, заработал на недельном графике, взял рост фунта, и все, думает, что он молодец. Про таких говорят, не надо путать бычий тренд, с собственной гениальностью. Вот, видимо, я путал, но не сильно, все-таки, третий счет, это уже четвертый счет, я просто местами слайдов у меня. Был открыт в Альпари, надеюсь, Эдмирал не обидится за рекламу, но это было давно, из двух тысяч сделал почти восемь, там даже не семь девятьсот, семь девятьсот с чем-то. Хотел до восьми дойти, вот еще одна такая ошибка, очень часто трейдеры пытаются ровно какую-то сумму взять, триста пунктов, триста долларов. Не делайте так, выходите там, где рынок может развернуться, или там, где просто у вас не хватает нервов. Закрыли, вышли. Вот, до восьми не дошел, плюс еще там за снятие денег взяли, получил семь девятьсот с чем-то чистыми на руки. Вот, наверное, это самая лучшая моя торговля была на Форексе. Не последняя, потому что через других брокеров я до сих пор на валютах торгую, так или иначе. Но вот чисто на Форексе, через МТ-брокера, через Метатрейдер, наверное, это был самый лучший мой счет. Почему? Не потому что я учетверил сумму, в четыре раза заработал больше, чем было, а потому что торговал я как раз именно так, как надо торговать. Без нервов, без особой эйфории. Деньги были не такие прям большие, за которые я бы трясся. Они были лишние абсолютно, там, сэкономленные на нескольких, там, три-четыре года уже я торговал, к тому моменту, три с лишним. Я не торговал, а работал уже, несколько позиций занимал. в общем-то, не такие большие деньги, чтобы за них трястись. И торговал я примерно так. Вот, были ситуации, да, приходил на работу, тот же Адмирал тогда, и ребята говорили, что, кстати, видел, допустим, евро, как упал. Я такой, черт, евро, только у меня продажа была короткая. Открывал Метатрейдер и закрывал ее. Ну, то есть, я даже иногда не помню про позиции настолько, чтобы прямо вот прийти на работу, утром открыть график, смотреть. Я торговал позиционно, были стоп-лоссы, иногда тейк-профиты не ставил, или наоборот не ставил, стоп-лосс ставил тейк-профиты. То есть, не занимал трейдинг у меня столько времени, а самое главное, нервов. Дело не во времени, нервов, внимания. Ежесекундно я не дрожал руками, не передвигал стоп-лосс, не нарушал свои дисциплины. Почему не нарушал? Потому что редко заходил у меня на трейдинг. Почему я редко заходил? Потому что договорился для себя, определился, что вот я реже буду заходить, но надолго. Ну, что значит надолго? На неделю, на две могла сделка растянуться. Причем, часто она в прибыли была, и я ее растягивал, а не наоборот, как трейдеры делают. Но, это легко сказать, легко сказать, что не делайте так, а делайте по-другому. Когда на самом деле у тебя допустим, equity 3800, и думаешь, черт, 800 долларов заработал за какие-то сутки только на том, что фунт улетел. Кстати, у меня знакомые рассказывали, что на этом росте фунта, ну, ладно, не важно, об этом потом. А то у нас совсем мало времени, осталось 12 минут, а я тут еще рассказываю про расчет 2009 года. Так вот, без нарушения money management, главное не нарушать. Если вы уменьшите количество нервов, времени, энергии, страха, потраченного на торговлю, но не будете нарушать money management, то есть никогда не открываться 0.2 вместо 0.1, никогда не торговать, допустим, двумя разными валютами одновременно, потому что 0.1 плюс 0.1 все равно 0.2, несмотря на разные валюты, то такая торговля, если вам удастся, конечно, спокойно к этому относиться, куда более правильная, это не значит, что вы должны забыть обо всем и открываться наобум. Нет, редко, но метко. Ждем сигнал, видим его, заходим, ставим достаточно далекий take profit, обусловленный стоп-лосс, не обязательно он близкий, не обязательно далекий, обусловленный какими-то событиями стоп-лосс и дальше торгуем. Окей, а вот тут я написал букву, аббревиатуру такую, FFF, и никто у меня даже не спросил, где это было, или это здесь еще. Да, фонд. И, наверное, вы знаете, что такое FFF, это такая аббревиатура, которую, это не ошибка и не код в ассемблере, это аббревиатура именуют тех трейдеров, которые после торговли на своем счету, эволюционируют, так скажем, и переходят на торговлю чужими деньгами. Но, кто даст юному трейдеру денег на управление сразу после даже стейтмента какого-то хорошего? У меня стейтмент неплохой был, с 2000 почти 8 сделать и без всяких просадок. Он до сих пор у меня где-то лежит, большой-большой такой, ему несколько лет, много там сделок, никто не даст. Поэтому FFF, это, если никто не знает, friends, family and fools. Семья, друзья и дураки. Вот так именуют первый фонд, первые деньги, которые получены у людей. Никто не даст к вам и семьи, и друзей. Ну и еще дураки, назовем их так. На самом деле, может, они даже не дураки, неплохо выработают, но если они дали начинающему трейдеру незнакомому денег, то их иногда так называют. Вот из друзей и родственников у меня был дваверный брат, несколько людей, друзей, мы скинулись, начинали на российском рынке, потом разделили счет на несколько чтей. И вот когда мы разделили счет, у меня появилось первое понимание того, как хорошо, когда ваш счет не один, их несколько, не в прямом смысле рынков несколько, когда у вас несколько рынков, как хорошо, когда вы нервничаете над одной парой USDGPI, допустим, не трясетесь над ней, и как хорошо, когда ваш стоп-лосс, допустим, стоп-лосс, вы не так сильно боитесь, потому что, возможно, в какой-то другой валюте у вас уже тейк-профт. То есть, такая диверсификация, но не портфеля, а внимания, энергии, нервов, это очень полезно. Наверное, это самое полезное, что может трейдер для себя сделать подручными методами, не прибегая к каким-то сложным вещам. Просто разделить счет на несколько частей, пускай даже у одного брокера, но лучше у нескольких брокеров, платформ, терминалов, чтобы просто свое внимание рассеять, и если где-то плюс, где-то минус, они будут балансироваться. Я не знаю, смог ли я объяснить, что я имел в виду, но вот впервые я разделил счета на несколько частей. Российский рынок, Форекс, какие-то американские акции появились, стал выкупать потихонечку, и я понял, что как это полезно, еще у меня работа была. Ну и дальше эволюция счета продвинулась к опционам. Я тут по порядку проходил и не рассказывал про коллективную торговлю, хотя у нас вебинар так называется, но я обещал, что он в меньшей степени будет про коллективную торговлю. У меня несколько было попыток коллективной торговли. Первая была, когда я торговал на инвесторские деньги. Как я говорил, это шеф с работы организовал, это его был знакомый, поставщик Абалони пива, и он сказал, что торговать будешь ты, но решение буду принимать конечный я. То есть, как это происходило? Я видел какую-то там сделку возможную. Нам повезло, мы торговали на интервенциях Банка Японии. Это был период, когда я насильно просела, там что-то 120, 101, там было, нет, все-таки выше было там, 108, 109, и Банк Японии проводил интервенции, вплоть до 120, до 125 доходило. И нам просто везло, ну как везло, мы понимали, что период интервенций, что Банк Японии рано или поздно будет их проводить, вербальные интервенции на словах, реальные интервенции. Мы просто скупали с утра, вот утро, я имею в виду Япония, арендовал шеф на инвесторские деньги или не знаю, на чьи деньги, офис, мне повезло, в этом офисе стол, за которым я сидел, стоил более 5000 долларов из красного дерева, ну просто так получилось, он там уже стоял, и нас попросили аккуратно за ним сидеть, и было очень кайфово сидишь за столом из красного дерева за 5000 долларов и торгуешь на лицких мониторах. Потом пришли ребята, установили Reuters, был новый продукт такой Reuters, какой-то light вариант, дешевый вариант, вот не помню, как он назывался, Reuters 2000, по-моему, и вот был первый мой счет, пускай инвесторский, был таким очень классным, и рабочее место, и офис, и Reuters стоял, ну не сказать, что из-за этого мы заработали, а так вот, конфликтов никаких не было, я видел сделку, говорил, что, звонил ему по телефону, говорил, что вроде сегодня с утра уже были какие-то намеки на интервенцию, вчера не были, давайте возьмем, просел как раз USDGPY, мы брали, если не в тот день, так на следующий обязательно что-то было, или вербальная интервенция, или еще что-то, то есть был период интервенции, так скажем, и когда бы ты не купил, рано или поздно японский банк сделает, проведет интервенцию и курс вырастет. Наверное, вы понимаете, речь идет о росте доллара против иены, потому что Япония экспортная страна, и чем дешевле японская иена, чем дороже доллар, тем больше зарабатывают всякие Каноны, Тойоты, Сони и так далее, потому что на экспорт они продают больше, чем внутри страны, им выгоден дешевый курс японской иены. А USDGPY, вы знаете, котировка, где доллар на первом месте, поэтому чем выше USDGPY, тем дешевле и дороже USDGPY. Это первый был опыт, никаких конфликтов не было, я предлагал, а он всегда почти соглашался, потому что у него не было времени следить за рынком. То есть это же не коллективная торговля, а он таким образом, так как инвесторов привел он, и он вообще все организовал, я был юным парнем, 20 чем-то лет было, контролировал просто так процесс, чтобы я там не наделал ошибок. Больше я особо коллективно не торговал, одно время я хотел написать такой, ну не софт, в Excel вбить несколько строк, пунктов, и допустим, первая строка фундаментальный анализ, вторая строка MACD индикатор, третья строка, допустим, RSI, и когда по всем этим трем строчкам появляются плюсы сигнала, допустим, фундаментальный анализ в сторону роста, то есть вышли какие-то данные, и они предполагают рост там японской иены. MACD дал сигнал, он тоже в плюсе, RSI тоже дал сигнал. Вот у меня была такая попытка объединить массу голосов, сделать такой совет директоров разных индикаторов и разных событий, которые будут не помогать торговать, когда... секунду... так, почему-то я вылетел. У вас все нормально? Вы видите меня? Я другого компьютера почему-то вылетел и больше не вижу. Не вижу. А, отлично. Так, я испугался, что, оказывается... Да, хорошо, я вернусь. Вот на второй раз получилось настроить такую программу, написать какие-то вещи в XN, это просто все, не то, чтобы там Visual Basic какой-то, нет, написать. Но как-то долго это не продержалось, потому что или противоречили сигналы, тем более, если ты используешь трендовые индикаторы против осцилляторов, конечно, они будут в разноголосии, давать сигналы, они не будут совпадать почти никогда или редко. Поэтому этот опыт я сразу отодвинул. И еще была еще одна попытка с одним трейдером торговать, но что-то я понял, что торговать буду я, а он имеет меньший опыт. Ну, то есть мне никогда не нравилась идея коллективной торговли, потому что деньги ваши, торговля ваша, и за все должны отвечать вы. Тем более со временем когда опыт растет, вы понимаете, что никто вам не добавит больше ценностей в ваш трейдинг, а зато потом будут разногласия, за ошибки приходится отчитываться или за чужие ошибки кого-то отчитывать. Ну, в общем, хоть и вебинар мы назвали «Команды ли одиночный путь», но вы, наверное, видите из всего, что это у меня был чисто одиночный путь. Лучше я сам буду учиться, буду сам понимать, что происходит на своих же ошибках. Ошибок, как вы поняли, было очень много, несколько счетов слито. Ну, бывает. Хотя, если бы я повторно прошел этот путь, наверное, ну, максимум слил бы один счет, ну, даже и то не факт. Ну, такого не бывает, да, в жизни, чтобы ты набрался опыта и с этим опытом снова прошел путь. Так что, что было, то было. А так вот, на опционы я перешел снова, получился FFF, деньги друзей, ну, то есть, это были те деньги, которые перекочевали из первого фонда, такого любительского фонда, вот сюда. У меня даже была целая программа Excel, где я пои разных друзей и знакомых вписывал. собственно, такой счет до сих пор был, он и сейчас есть, просто там всего один человек и получился один клиент. То есть, когда я беру в управление, но минимальная сумма сто тысяч, когда кто-то приносит меньше, вот раньше я так делал, собирал их на одном счету, да, у кого семь, у кого двадцать, у кого пятнадцать. Но потом, когда счет упал меньше ста, я просто закрыл этот счет и вернул людям деньги, потому что я на опционах не торгую суммой меньше ста, стратегия просто не работает. Так что, вот этот счет перекочевал, эволюционировал на опционный счет, к нему добавились помимо друзей и родственников, еще и люди, ну, я их дураками не назову, потому что мы все заработали все-таки. Хотя первый раз я получил маржин колл на опционах, это был восьмой год. Помните, если Жан-Клод Трише выступал, когда это было, летом, в августе 2008 года и впервые, я уже рассказывал об этом на вебинарах, впервые он убрал слово, какое-то было, бдительность, впервые он не употребил это слово и все поняли, что человек будет скорее следить за экономическим ростом, чем за инфляцией. бдительность слова Трише всегда применял в контексте инфляции. Он говорил, мы следим за инфляцией, будем повышать ставки и вот почему курс евро и USD дошел до 1,6. И вот как только он убрал это слово, рынки поняли, что больше никакой инфляции не будет. Видите, как важно это, это всегда было важно. Вот люди относятся к заседаниям банков разных, не знаю, как они относятся, но это действительно важно. Почему важно? Потому что одно слово, одно настроение дает, смена точнее настроения, дает трейдерам понимание того, что будет дальше. Эти слова, эти коммуники, эти пресс-релизы, они составляются очень аккуратно, не как попало. Люди действительно думают над каждым словом, как их может расстрелять рынок. Как Гринспен говорил обычно, если вы понимаете то, о чем я сейчас рассказал, значит вы ничего не поняли. Гринспен старался рынкам не давать совсем открытых намеков, потому что мало ли придется сменить политику, поэтому он говорил, завалированно. А после него все остальные главы банков все-таки менее, так сказать, скрыты в своих идеях. Так что, вот даже Банк Англии, кстати, одно повышение ставки, один голос за повышение ставки, на вопрос, почему так сделала госпожа Форбс, член кредитного комитета Банка Англии ответил, что я боюсь инфляции и действительно так и случилось. Следующий отчет по инфляции дал нам цифру 2 и 3, ну и так, что фунт сейчас там, где мы его видим. И, кстати, никто даже не похвалил меня, что после нефти, после заворота нефти я еще и фунт угадал. Я же говорил, что мы верхнюю границу пробьем. Но сейчас у меня здесь метатрейдера нет, потому что как-то на Мак метатрейдер ставится очень плохо, я даже не хочу его ставить. Итак, идем дальше. Тут есть, да, кстати, Станислав пишет по толщине портфеля Гринсфона определяли, есть такая шутка, я не знаю, насколько это правда и насколько это работало, но да, в то время очень много было шуток про Гринсфона, серьезный такой был, конечно, мужик. У него книга, говорят, хорошая, как-то называется, интересная, по-моему, единственная или древняя книга. Еще вопрос, Станислава, роботы использовали, роботы. В метатрейдере нет, но на рынке опционов у меня до сих пор лежит робот, написанный на Windows, мы написали. Этот робот, он не то, что имеет свой алгоритм, не то, что имеет алгоритм, этот робот всего лишь делает то, что я делал я, в старой своей стратегии, но делает это автоматически. То есть, если я бросаю ордер, то есть, если я вижу битаска, допустим, покупка 0.7, продажа 0.77, такой спред 7 пунктов, по какому-то там опциону, допустим, на акции Microsoft, я могу, я хочу купить, по 0.7 мне не дают, по 0.7 дешево, люди хотят купить, я могу купить по 0.77, но я не хочу дорого сразу покупать, понятно, что 0.77 это та цена, по которой я сразу возьму. Я бросаю ордер, 0.71, жду, нет, не берут, 0.72, но это долго, цена меняется, цена базовой активы, цена опциона меняется, а робот делает вот что, он, вот в этой первой своей версии, он кидал ордер 0.71, ждал 2.15 секунд, если не взяли, значит все уже не возьмут, менял его на 0.72, через API, вот, к интерактиву, который был подключен, и вот так каждый раз, меняя эти ордера, так, что случилось, какие-то контакты, или вебинар закончился, я почему-то на другом мониторе вижу контакты, что у вас видно на экране, напишите, пожалуйста, я почему-то у себя вижу мою презентацию, а на другом мониторе вижу контакты, и поэтому не знаю, из-за чего это, из-за того, что время истекло вебинара, или нет, а у вас контакты, ну хорошо, все равно это был последний слайд, я, значит, давайте подытожим, я всего лишь хотел рассказать о трейдинге, о своем пути, вот еще хороший вопрос у Оксаны, сейчас я вернусь к нему, о своем пути, я хотел вам такой пробный сделать вебинар, потому что мы не знаем, никогда я такое вебинар не делал, не рассказывал, будем считать, что мы просто по душам поговорили, может быть, какие-то интересные вещи вы узнали, ну, типичного трейдера, у которого опыт там больше 10 лет, я думаю, я не один такой, кто вот так же ошибался, такие же были, хотя некоторые вещи уникальны, ну вот, например, никто из вас не торговал по телефону, а я торговал по телефону. Теперь, Оксана, было ли у вас отращение, чувство отращения к рынку, да, было очень давно, сейчас я такого не испытываю, слава богу, несколько, много лет уже не испытываю, неудачи, я даже, у меня были способы, как нервы сбить, как успокоиться, то есть, ну, вы не смейтесь только, я ломал карандаши, потому что нервы, у меня лежала подушка, рядом с моим рабочим местом, которую я бил, когда срабатывали стоп-лоссы, ну, нервный был, молодой, горячий, Кавказ все-таки, вот в эти моменты у меня было отвращение, я думал, что рынок идет против меня, но, к счастью, я не сторонник теории загоров, никогда я не думал, что брокер закрывает специально мои стопы, никогда у меня такого не было, что кто-то там охотится, хотя в то время это было нормально, знаете, я про Акмус, конечно, не скажу, о них много срок ходило, я через них не торговал, но в то время это было, я думаю, даже нормой мухлевать, да, как говорили брокерам, пробивать клиентов по стопам, закрывать их и возвращать рынок. Кстати, если вы не знаете, метатрейдеры это можно сделать, дилеры могут это сделать, другое дело, что никто уже давным-давно не делает, и я уже даже боюсь сказать, что адмирал-то уж точно не делает лицензированная компания, зарегистрированная в UK, и смысл, такое, наверное, стало где-то в 90-х, я даже думаю, какие-то кухонные брокеры этого не делают уже, они закрывают вас по стоплосам, по марженковам, никто не охотится, но я работал дилером в Адмирале в 2006-2008, и точно скажу, что мы тогда такого не делали, может быть, были какие-то ситуации, когда у кого-то клиента какой-то бяттик прошел, или цена у одних поставщиков была такая, что не биржевой рынок, а у других не было, они звонили, говорили, как так, я смотрю на другом терминале у другого брокера, допустим, минимум дня был 1.06.00, а у вас 1.05.99, почему меня закрыли, мы делали скрытый, что у поставщика такая цена была, но это было очень давно, и это, в общем-то, мы не виноваты. Так что да, давно этого нет, я кайфую от рынка, единственное, иногда бывает грустно, если счет, например, немножко меняется, не в мою сторону, вот сегодня, например, он в мою сторону поменялся, лежат, что я этот экран не могу показать, хотя, может, могу, на другом мониторе, но на этом же компьютере, нет, вы не видите, 1278-79, вот меняется в мою сторону, счет прибавил почти там полпроцента, ну, это опционный счет, он так сильно не меняется, не часто меняется, но точно знаю, что я рынок уже давным-давно, не то, что даже отвращение, даже грусти уже не вызывает, рынок это праздник, рынок это сказка, рынок это всегда неожиданность, рынок это кайф, вот как-нибудь рабочее место свое покажу, у меня очень хороший вид на весь город, высокий этаж, но я его не вижу полностью, потому что все закрыто мониторами, и они разные, у разных мониторов свои предназначения, я уже привык, глянув вправо, вижу то, прямо у меня какие-то процессы, слева такие-то, такое, вместо диспетчера. А теперь, вот хорошие вопросы пошли, если вы не против, мы продолжим вебинар, я думаю, он не закроется сам, значит, Анн спрашивает, планы как у трейдера, вот хорошие вопросы, вы задаете то, о чем я не успел сказать, вот особенно, вот S-Stok, не стыдно мне говорить друзьям, чем вы занимаетесь, подряд, почти все вопросы хорошие, которые заданы, теперь вопрос, Анн, к планы у трейдера, я хедж-фонд хочу создать, но вы знаете, что чтобы создать хедж-фонд и не платить аудиторам и разным администраторам, там, из Швейцарии, которые будут хедж-фондом управлять, да, менеджмент, сторонние услуги, не платить большие деньги, чтобы это не съедало всю прибыль, нужно, чтобы в хедж-фонде было, ну, даже не 5 миллионов, а 10 миллионов долларов в управлении, чтобы косты, расходы не съедали прибыль, таких сумм пока нет, у меня на пике было 2 миллиона долларов в управлении, сейчас меньше, из-за нового закона в России, с 15-го года он вступил в силу, с россиянами мы немножечко перестали работать, ну, потому что риски появились налоговые, которые я не могу регулировать, вот такая Госдума приняла закон, чтобы остановить отток капитала, не знаю, помогает он нам или нет, отток растет, но вот мы с клиентами перестали это делать, потому что опасно для них, а я не резидент, не россиянин, я даже не знаю, как эти законы обходить, мы пытались, в скайпе все сообща обсуждали, часть из этих клиентов вообще за границей живет, если им налоговая будет высылать письма, и они не будут их видеть, у них могут конфисковать, в общем-то я не хочу рисковать, тем более проблемы это не мои, ну и вот будет фонд, я думаю, плюс еще я ищу партнеров, с кем это вместе можно будет сделать, потому что это не одиночный путь в данном случае, не трейдинг, а именно создание хедж-фонда, все-таки там команда куда предпочтительнее, потому что, если вы не знаете, в двух словах, трейдеры часто, управляющие хедж-фондами, даже мелкими хедж-фондами, они ведь клиентов набирают, наверное, не в интернете, и даже не теми способами, которыми набирают их, допустим, форекс-брокеры или какие-то банки, это конкретный маркетинг определенных фирм, занимающихся ивентами, такими мероприятиями, которые проходят в Цюрихе, в Лондоне, где-нибудь в Мюнхене, несколько раз в год, у меня был календарь, ну штук 15 было, в месяц по одному, ну это европейских, а еще есть мировые, Гонконг, какой-нибудь Штаты, и вот на этих мероприятиях, допустим, хедж-фонд форум 2017, Мюнхен, октябрь месяц, отель такой-то, там Баден-Баден и так далее, красивый город, так вот, вход на эти мероприятия стоит несколько тысяч евро, я видел минимум 2000, то есть вот если два партнера с хедж-фонда идут туда, красиво одетые, представляют свой хедж-фонд, причем не выступать, они туда идут, они идут туда, как слушатели, как посетители, так вот, они должны заплатить там 5000 на двоих, одеться в каком-нибудь хорошего портного, красиво выглядеть, купить билеты, жить в этом отеле, то есть потратить хорошую сумму, чтобы просто участвовать, и там закулисно продавать свой хедж-фонд, раздавать визитки, рассказывать о своей стратегии, показывать, даже там столы стоят определенные, где люди закулисно общаются, то есть как кафе советских, такие театральные, высокие столы, как это называется, и вот люди стоят, общаются, поставили мудлики. Следующий вопрос, я думаю, я ответил, я буду делать хедж-фонд, увеличивать стратегию, благо работает, я ее очень даже неплохо наладил, доходность хорошая, риски контролируемые, психологические испытания себя, и этой стратегии я провел, на клиентские деньги, где-то мы немножко теряли, где-то зарабатывали, но то, что происходит в последний год, меня очень радует, и стейтмент, и все остальное, так что теперь я буду, а я уже давно управляющий, да, только не управляющий хедж-фондом, а, так скажем, сегрегированными счетами. Дальше, не стыдно ли говорить, вот в 90-е было стыдно, я эту часть пропустил, не стал об этом говорить, думал, что это не актуально, потому что будут смеяться, это осталось где-то в прошлом, многие даже говорили, какой счет, купи иномарку и кайфуй, 7 тысяч долларов первые потраченные, можно было какую-то корейскую машину купить, я над ними смеялся, что вся их жизнь, это какая-нибудь иномарка, и понты дешевые, а они надо мной, как можно деньги бросить на счет и пытаться что-то там сделать. Теперь насчет производства, ну, окей, если я был инженером, и какой-нибудь стартап хороший создал, который бы делал какие-нибудь интересные девайсы, штучки, которые бы помогали в жизни людям, я бы тоже гордился бы этим, но я не инженер, я финансист, трейдер, и люблю рынок не больше, чем Сукерберг любит Facebook, и какой-нибудь инженер любит свое детище, так что, если бы рынков не было, поверьте мне, не было бы никаких стартапов, посмотрите на Америку, посмотрите на эти IPO, которые проходят, на венчурных инвесторов, вся, как эту систему называют, сердечно-сосудистая система, финансового сектора, она именно биржевая, ведь есть два подхода в экономике, в финансовой системе, банковский капитал, и вот биржевая, Америка пошла по биржевому, я думаю, что в этом часть заслуг, того, чтобы в стране так легко создаются стартапы, так легко выходят на биржу, собирают капиталы, но возьмем хотя бы последний стартап, ну как последний, за несколько лет, от снэпчата и заканчивая каким-нибудь фитбит, вот эти вот для спортсменов, браслеты с часами, да что угодно возьмите, эта система через ликвидность, через людей, которые готовы поддерживать эту ликвидность, покупать, продавать, как демократия, через разность мнений, поддерживают эффективность финансовой системы, это не просто спекулятивно, это большая инфраструктура, система, которая способствует про то, перетоку денег от тех, у кого есть, депозиты, сбережения, желание заработать, тем, кому они нужны. Если в банковской сфере это депозиты и кредиты, через каких-то посредников банковских, увеличивающих ставку, то на бирже это IPO, есть биржа, которая вообще ничего не берет, но копейки, и организаторы возьмут несколько сот тысяч долларов за организацию IPO, и все. Все остальное, есть инвестор, купивший пай, акцию, он будет иметь не 3% годовых в виде процентов, когда бизнесмен зарабатывает сотни, десятки, да, возможно, он будет иметь ровно то же, что имеет какой-нибудь Билл Гейтс или Джек Дорси, там, глава Твиттера, хотя Твиттер плохой пример, они в убытках. То есть, если у Билла Гейтса пакет на 9% акций Microsoft, а у меня на 0,000009, в объеме, конечно, мы отличаемся, но в процентном соотношении мы не отличаемся. Он приобрел или там имеет акции по 40, и сейчас они стоят 80, и я купил по 40, и 80. То есть, вот, ни разу, в последнее время точно не стыжусь. Раньше я не понимал, не стыдился, но не понимал. Люди меня не понимают, почему они не смотрят на рынки как на хорошую возможность, а считают это какой-то спекуляцией. Это было актуально, может быть, по 2002, 2003, после этого уже нет. Тем более, я переехал в Европу, уже тут-то уж точно это актуально, такой стыд. Но вопрос хороший. Было такое, было такое. Даже часть чувств уже утеяны, часть эмоций, уже я даже забыл о них. Но переживания были очень, очень много было переживаний. Так, у нас время 21.44, если есть вопросы, мы еще поговорим. Если тема была интересной, мы как-нибудь сделаем более специализированный такой вебинар. Расскажу о какой-то вещи, которая и у меня была в жизни, и с фактом, которую я изучу, какие-то психологические моменты, что-то новое расскажу, опыт других людей. Очень много, кстати, трейдеров, о которых я знаю, и можно их опыт тоже рассказать, с их согласия, не называя имен. За эти 18 лет много было трейдеров, которые ушли. Я только в двух словах могу сказать про опыт, который был у меня вот здесь, в Эстонии, когда я начинал управлять активами чужими, а вместе со мной на рынке было 5, уж пятерых я точно знал, не буду даже называть именом ничего, а сейчас никого из них нет. Одни ушли в бизнес брокерский, как конкуренты адмиралы стали, неплохо, кстати, заработали, они уже миллионы имеют. Последним отчетом по дивидендам, здесь же все прозрачно, в Эстонии все публикуется, везде все видно, они заработали 3 миллиона 300 тысяч только на дивидендах. А компании, вот Форекс-компании, всего может 5 лет, может 4 года. Вот, молодцы. Ну, Форекс, конечно, не мое, брокер очень тоже не мое, я хочу все-таки быть по другую сторону рынка, угадывать своим умом, знанием, опытом. Психологически легче чужими деньгами, потому что свои они как бы вот здесь, сейчас. Заработал 30%, взял там, допустим, с 10-3 тысячи, хочется их потратить, хочется чувствовать, что вот мои деньги, ура, быстрее закрываемся. А чужие деньги, это как математика, это не мои деньги, меня сюда, скажем, поставили управлять этими деньгами, делать доходность, даже иногда бывает доходность выше, чем ожидалось, я закрываю позиции и медленно как бы, да, фиксируюсь, ухожу, так скажем, в кэш, потому что, ну, я сделал, что нужно было, зачем дальше рисковать чужие деньги. То есть, работаешь на трек, на историю, на рекорд, как говорят, как это назвать, на стейтмент, на отчет свой, и это полезно, смотришь на эти деньги как на математику, а не те деньги, которые можно потратить. Хотя, конечно же, одна пятая часть твоя заработал там, с миллиона, или там, со ста тысяч заработал 20%, считай, как свои 5%, но просто, когда у тебя свои, ты будешь делать 5, захочешь 6, 7, потому что, вот она жадная, тогда чужие, там, ключо действует, обратное, и, в общем-то, масса факторов помогают тебе не относиться к этим деньгам так, как будто они твои, и вот сейчас прям тебе что-то принесут. Плюс ответственность. Так что, с чужими мне уже давно легко работается, хотя первое время, я думал, интересно, управляющие пенсионными фондами, вот скажем, в банках, где-то еще, им как спится вообще, у них под управлением, ну, например, какой-нибудь банк, у него есть фонд российских акций, каких-то других западных акций, или пенсионный фонд, в котором несколько фондов, они в один день проснутся, фонд просел, и они потеряли деньги пенсионеров, им вообще не страшно, ну, лет 10 назад я думал, а сейчас я думаю, что нет, мне лично не страшно, главное контролировать риски, понимать, что ты делаешь, да и в отличие от портфельного менеджера в акции, у меня все немножко по-другому, у меня спекулятивные стратегии, которые, да, и ликвидны, и не надо сидеть в акциях, там, Газпрома, и ждать, пока они вырастут, а они только падают. Да, согласен, что это частично творчество, нужно совмещать, ну, на меньшую часть творчества все-таки, ну, я бы не сказал, что это расчет, вот у меня калькулятор, иногда я им не так часто пользуюсь, потому что есть софт, показывающий расчет маржи, есть масса, да, других вещей, ну, то есть, нет такого, что я постоянно ввожу какие-то цифры и считаю, где что будет, большая часть интуитивно делается, ну, на опционах я не вижу, поэтому такой вот строгой-строгой математики, строгого расчета или знаний математики, высшей математики, уж точно нет, высшей математики я не так силен. Так, здесь у нас чат, посмотрим, сколько у нас людей было, 51, да, я вижу, да, если к концу вебинара 51 человек все еще, то это очень хорошо, значит, вам понравилось, если понравилось, напишите об этом, потому что это был такой эксперимент, все наши вебинары, я уже год будет скоро, в июне будет год, что веду вебинары для Адмирал Маркетс, по-моему, в июне, или в мае, совсем скоро, такого вебинара у нас не было, всегда у нас по вторникам разбор ситуации, по четвергам тематические вебинары, мы обсуждаем какую-то конкретную тему, вот, пожалуйста, напишите свое мнение, любое мнение, даже если вам не понравилось и было ужасно, напишите свое мнение, чтобы мы знали, будем делать, не будем делать, как вообще строить вебинары и, может быть, найдем много тем, да, и я вижу, да, многим понравилось, пишут, что полезно было, это была идея не моя, вот, если можно, я назову, да, чья была идея, это была идея, сейчас, вот она здесь написала, спасибо, было полезно, да, а, ваша идея была, если не ошибаюсь, очень хорошо, что вы предложили, и я предлагаю всем написать какие-то другие идеи, вот такого плана, не такого плана, может быть, я немножко поработаю, соберу истории других трейдеров, которых знаю, конечно, найти их будет нелегко, во-первых, часть из них давным-давно уже не трейдеры, часть из них в других странах, так, хорошо, все, я понял, значит, мы будем делать такие вебинары раз в месяц, будем немного расслабляться, без графиков, без метатрейдера, надеюсь, он не будет против, если всем нравится, не может быть против, без графиков, свободно абсолютно, поздно вечером, с чашкой чая, я тут, правда, когда веду вебинар, не пью чай, потому что у меня нет возможности паузу делать, с чашкой чая сидеть, обсуждать, и надеюсь, в следующий раз вы будете больше вопросов задавать, больше участников, Владимир пишет, что у него тоже интересная история, почему мне рассказать, почему не написать мне по e-mail, а я потом ее перескажу, вот еще есть такая идея, вы можете свои идеи писать, а я буду рассказывать, даже можно без имен, а можно и с именами, вот смотрите, я вам пишу сюда в чат, как я напишу, если меня выкинуло, а нет, не выкинуло, я напишу вам в чат свой скайп, вот он мой скайп, это скайп, и у кого есть инстаграм, добавляйте, потому что, ну, как-то интересно, когда грустный, мишка, мишка это тот, который, тот, который торгует на понижение, вы знаете, медведи, кстати, да, на книгу действительно набирается, я, на 18-й год у меня в планах книга, и уже одно издательство, не вышло на меня, как-то, вот мы говорили о других вещах, и появилась такая идея, выяснилось, что они делают это с другими людьми, экономические книги выпускают, и вот я буду такую книгу писать, но я не буду сейчас раскрывать всего, потому что уже будет все понятно, очень много интересных идей, и даже будет такая книга, она будет как блок, я буду путешествовать по Европе, ну, собственно, я так и делаю часто, и писать о трейдинге, о экономиках разных стран, о жизни, о безработице, я даже мечтаю, чтобы это было в кризис, то есть я все-таки полагаю, что экономика находится на пике своем, что рано или поздно грохнет кризис, в 18-м ли это будет, в 17-м или 19-м, ну, два года максимум я на это даю, так что было бы интересно, если бы это было в разгар кризиса, или в начале кризиса, чтобы я мог фиксировать все изменения, ну, допустим, там, приехал в Германию, пишешь о том, что люди делают, как там очереди на бирже труда, или еще что-то, потому что были интересные процессы в Германии, например, в Верфи, некоторые города, вы знаете, в Германии очень много мелких городов, и есть города, ну, как много города можно назвать, хотя, конечно же, там люди не зависят полностью от этого предприятия, в которых Верфи стоят, выпускают, делают яхты, или там интерьер для яхты, или еще что-то, и в 18-м году я читал статью, как эти города просто вымирают, медленно люди уезжают, потому что была Верфь, и она там банкротится, спасибо русским олигархам, хоть они делают заказы каким-то чиновникам, каким-то, ну, в России в основном олигархия, вот, и идея, мечта писать о таких интересных процессах простым языком, надеюсь, у меня получится, и писать о трейдинге, я еще хочу в книге тестировать несколько стратегий, какие-то, заблуждения или мифов, может даже это не мифы, может даже выяснится, что очень даже неплохо работают, вот такая будет книга, и путешествия, и трейдинг, и все остальное, все в одном, есть издатель, если не будет издателя, я ее сам на свои деньги выпущу, ничего страшного, даже открою секрет, мне книга нужна для хедж-фонда, вы знаете, хедж-фонды не могут рекламироваться, когда у тебя хедж-фонд, ты не можешь дать объявление где-нибудь там в Риге, в каком-нибудь бизнес-издании, в каком-нибудь, что привлекает деньги, потому что у тебя лицензия на Каймановых островах, и только там можно давать рекламу, почему делаются такие мероприятия, закулисные люди, свои стратегии показывают, где-нибудь в Мюнхене, потому что нельзя паблик, как общество, открытую давать рекламу, так вот книга хороший способ раздавать автографы, и говорить о себе, кто я, такой маркетинговый ход, ну и мне интересно, потому что столько всего пишу, аналитику, блоги всякие, хочется написать что-нибудь более фундаментальное, всем спасибо, действительно мне тоже очень сильно понравился этот вебинар, вы видели и по скорости, и по интонации, не останавливался, и хорошая аудитория у нас собралась, вопросы задают, и все внимательно слушают, я как понял, никто даже не отключился, так что будем делать такие вебинары чаще, раз в месяц у нас будет разгрузка, раз в месяц у нас будет такое чайпитие, и разговор по душам, всем спасибо, просто время поджимает, я тут могу еще долго говорить, но уже полтора часа мы на этом вебинаре, увидимся в следующий, на вторник, услышимся на вебинаре, в следующий вторник у нас будет текучка, обзор рынка, надеюсь календарь будет интересным, потому что на следующей неделе будет ЕЦБ, и да, кстати, почитайте мою аналитику сегодняшнюю, кто не знает, на сайте Admiral Markets, но я не буду давать на ссылку, потому что долго ее давать, эту ссылку, сейчас, все-таки дам, на сайте Admiral Markets я веду фундаментальный анализ, я вижу, что люди, конечно, читают, но мне хотелось бы, чтобы более активно читали, вот это вот мой раздел, пишите потом свои мнения, и как вы поняли, как вы поняли, я намекаю в этом обзоре на то, что евро может след за фунтом тоже сделать такой же пробой, если, если Марио Драги нам на следующей неделе будет намекать на на то, что ставки, ну не ставки, а количество смягчений могут изменить, или ставка может пойти, повыситься раньше, чем закончится срок вот этого QE, ну, масса там вариантов, я об этом написал, так что читайте, пишите, добавляйтесь в Skype, Instagram и прочие места, в следующий вторник, я жду вас всех, надеюсь, будет интересно, всем спасибо, я отключаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok